Добрый день, дорогие инженеры! Сегодня у нас выпуск про Apple, и начать надо его, конечно же, с самого главного. С крупнейшего в России сервис-центра Чинитауна, который прекрасно знает, что в этих довольно хрупких устройствах первым делом хрустит. Первый уникальный косяк, о котором вы прекрасно все не знаете, пыль под экраном iMac'а. На некоторых моделях герметичность стекла бывает нарушена, и огромные фены будут вдувать не только воздух, но и пыль. Через год без ремонта рисую прекрасные серые узоры на дисплее. Про умный контроллер питания мы даже говорить не будем. Выключение телефона при минус 10 градусов — это нормально. Для айфона, само собой, мой даже при нуле выключался. Ну и отличная проблема — пожелтение краев экрана на старых моделях устройств из-за китайского геля между стеклом и дисплеем. Даже ее без проблем решает Чинитаун, работающий по всей России. Пока россияне рассуждали, какая кепка лучше идет к валенкам, в новом, круглом офисе Apple провели показ высоких технологий. Увы, пока что не претапорте. Презентация компании прошла без потрясений и обмороков. Обычное обновление линеек продуктов, небольшая сушка стульев журналистов по окончанию и всего шесть анонсов. Первый на телевизионной приставке для домашнего кинотеатра Apple TV теперь можно, среди прочего, запустить и сервис Amazon Prime. Я знаю, что помимо инженеров, меня иногда еще смотрят и обычные люди. Почувствуйте, как они себя чувствуют. Я даже сам не понял. Но... Это было первое нововведение. Apple часы обновились до четвертой версии прошивки-прошивки и получили новую вертикальную систему уведомлений, куда сыплется спам от всех приложений, также сам вертикальный список приложений и даже возможность довольно удобно читать новости прямо на часах. А также еще несколько других обновлений, среди которых... Блин, ничего не вижу, подойди. Среди которых... Циферблаты для пикапа, Музыка в часах и обновленный фитнес-трекер с поддержкой бассейна и вас в нем. У меня среди знакомых нет ни у кого часов Apple и, в принципе, в Москве их даже довольно сложно найти. Но если вы живете не в столице и у вас до сих пор есть часы Apple, то обновление фитнес-трекера вам точно не нужно. Я и сам вам скажу, что вы отличный спортсмен. Третье обновление — компьютер Mac. Смешно звучит. Сразу выкинем всякую ерунду, вроде быстрых процессоров, и перейдем к сути. Если вы не будете кушать мясо и сэкономите 300 тысяч рублей, а обсуждение Apple надо всегда начинать, именно с этих чисел, то сможете купить новый iMac с мощностью 11 терафлопс. Все в форме обычного монитора. Но если кушать это в принципе не в ваших приоритетах, то за миллион сможете позволить себе самый мощный iMac в мире с производительностью в 22 терафлопса или 22 миллиона миллионов операций с плавающей точкой в секунду. Это в 22 раза больше, чем количество танков, которые я в детском саду хотел послать на Васю. Привет, Вась. Как дела? Я теперь знаю, что такое миллиард. Сколько времени провели инженеры, засовывая в 5К экран процессора Intel Xeon с 18 ядрами, 4 терабайтами SSD, 128 гигабайтами оперативной памяти, неизвестно. Но мне очень понравилась фраза из презентации «Мы всегда пытаемся идти в сторону отличной графики». И поставили «Атира доон». Ну, попытка не пытка. Рано или поздно Apple у вас все получится. В любом случае, именно обновление телефонной системы самое главное событие выставки – iOS 11. Начать стоит, как я и говорил, с денег. В сообщениях теперь можно посылать и отправлять деньги друг другу. Более того, благодаря искусственному интеллекту, всячески встроенному в телефон, он сам будет напоминать, «Кому и сколько вы должны?» 300 рублей. Сережи, 150 рублей. Наташа, 450 рублей. Оброс сам уроду. 231 рублей. Нет, семеновки. 1000 рублей. Андрей, 6 тысяч рублей. Проснуться нормально не дают. Просну уже утром. 2300 рублей. Само собой, чтобы заплатить кому-нибудь денег, нужно будет сперва открыть карточку в ближайшем отделении Apple. И, я не шучу, вам придется действительно делать виртуальную карту. Но не ошибитесь кнопкой, ведь в сообщениях теперь появилась целая панель всяких кнопок, которые никто не будет использовать в любом случае. Фотографии теперь автоматически разделяются по типам объектов на них. Природа, люди, животные, овощи, одноглазые змеи, пилотки. И эти фотографии легко можно будет посмотреть через новое приложение «Файлы», которые сами синхронизируются с разными облаками и позволяют вам немножечко почувствовать себя пользователям андроида. Ай, занято, что-то вступило. Немного. Ой, но все равно больно. Если не страшно, можете теперь настраивать шторку с кнопками и даже пролистывать новое уведомление прямо на заблокированном экране, как в андроиде. Помните? Главное тут не запутаться. Свайп вверх разблокировать, свайп вправо камера, свайп влево телефон, другой свайп вправо удалить уведомление, два раза щелкнуть прочитать, свайп сверху уведомление, свайп вверх или свайп двумя пальцами сжать, одинарный щелчок при свайпе сверху настройки. Мне кажется, здесь все предельно ясно. На iPad вообще вставили большой длинный док, куда можно засунуть сразу кучу приложений, а также везде добавили множество новых функций, среди которых есть, например, даже перетаскивание. Теперь почти все, что можно выделить, можно перетащить куда-нибудь и выкинуть. Также утверждается, что Apple повернулись лицом к разработчикам игр, которые, конечно, удивились непривычно, но приняли инструменты разработки для дополненной реальности и машинное обучение. Для людей же показали какую-то непонятную фигню на столе, которая должна была вызывать эрекцию, но у пользователей уже давно завял этот цветок в ожидании нечто нового. Ведь, наконец-то, Apple представила собеседника, которого мы все так долго ждали. Хомпот, умный помощник, со встроенной Siri и уникальной системой проигрывания музыки, который сам понимает, в какой комнате он находится и правильно подстраивает режимы для невероятной, супер-глубины звучания. С процессором А8 из айфона Apple уничтожает всех своих устаревших конкурентов. Но надо бороться активнее и создать, наконец, банку пива с кирпичом внутри для Стаса Борецкого и подмешивать немножечко цианида в краску для бургеров. Колонка сама будет подавлять эхо, будет объединяться с колонками в другой комнате для бунта и, совсем забыл, за 350 баксов вы сможете купить лишь одну. Но если купите две, то они сами поймут, какая левая, какая правая, кто либерал, кто консерватор, но даже одна колонка будет отвечать на все ваши вопросы и делать все то же самое, что и Siri из телефона. Что ж, мне пришлось опустить новость про новую файловую систему и новые форматы файлов, которые никто пока не сможет прочесть, про новый iPad и даже про новую macOS, в которой вы не поверите, можно развернуть почту на весь экран. Небольшая эволюция это нормально, особенно для общества, которое устало от осознания того, что первый iPhone появился почти что ровно 10 лет назад. Но при просмотре презентации множества обычных людей почувствовали, что чувствуют любители спорта, когда мужик, за которого они болели, пинает не то, что бы они хотели. Ну что ж, напишите в комментариях какой-нибудь смешной стишок или хокку со словами «телефон уже не тот». Автора лучшего комментария я повешу в описании. Не забудьте подписаться на канал, поставьте, пожалуйста, лайк, не забудьте обновиться. С вами был Евгений Зеленов. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!